Копылов Иван Сергеевич, 30 сентября 1986 года рождения, место рождения город Новосибирск, проживал в городе Новосибирске, улица Гоголя, 202, квартира 50. Как вы попали на Украину? На Украину я попал, по СМИ показывали, по новостям, то, что здесь на Украине происходят всякие беспределы. Ну, я интересовался сайтами вроде «Русской весны», там велась активная пропаганда о том, что здесь происходят действия. Вот, там я узнал, то, что в Ростове собирают, ну, есть лагерь тренировочный, вот. Приехал в Ростов в октябре месяце, прошел краткую подготовку. По какой специальности? Просто автоматчик. Там нас обучали работать с оружием, как правильно двигаться. Кто проводил обучение? Обучение проводил российские, ну, российские офицеры. Вот. Далее нас отправили через границу. Когда это было? В октябре месяце. Какого года? 14-го года. Нас отправили через границу. То есть мы пересекли границу. Населенный пункт. На чем ехали? Я не знаю. Было, это было ночью, темно. Вот. И нас, как бы, погрузили на Урал. Вот. Сколько человек ехало вместе с вами? Ну, человек 20 где-то в машине было. Болели ли они осужденные? Скорее всего, да. Да, потому что потом, когда я был уже в батальоне Восток, здесь, ну, достаточное количество было заключенных. Сколько? Вот. Конкретно в моем взводе только было два заключенных. Один с России, один местный. Мы попали на четвертую базу в Донецке. Это база Востока. Вот. Оттуда нас потом перебросили на Ясиноватую. Что входило в ваши обязанности? Наши обязанности входило удержание дороги на аэропорт. Вот. И содержание блокпостов. Есть ли родственники на Украине? Нет родственников у меня на Украине нет. Семейное положение? Я холост, только родители, родственники. Что сказали родственникам, когда уезжали сюда? Я родственникам ничего не говорил, когда уезжал. Вот. Они потом сами узнали это. Ихняя реакция? Они были очень недовольны, потому что они относились так, что это неправильно, что я поехал на Украину. Что находилось на вооружении у вас в батальоне? В батальоне находилось стрелковое оружие. Какое? Да, автоматическое, АК, РПК. Также были минометы, грады, танки, самоходные гаупицы. Все это было доставлено, я так понял, что с Россией. Каким образом, я не знаю. Говорили, что есть много коридоров, через которые техника переходит из России. Кто командир батальон? Командир батальона, позывной «Минск». Зовут Анатолий. Кто он? Он офицер, я так полагаю. Ну, он служил в российской армии когда-то. Что бы вы хотели передать близким и знакомым? Близким и знакомым я хотел бы передать то, что они бы меньше смотрели российские СМИ. То, что там показывают, неправда. Все, что там показывают, это полная чушь и вранье. На самом деле здесь все абсолютно по-другому. Что вы знаете по обстрелу города Мариуполя? По обстрелу города Мариуполя я только слышал, что обстреливала российская армия, российские батальоны какие-то, которые дислоцировались в Новоазовске. Конкретно какие батальоны, я сказать не могу. Мне просто, ну, такие слухи ходили на четвертой базе. Вам деньги платили за слугу? Нам платили один раз по 100 долларов перед Новым годом. За что тогда вы воевали? Люди воюют или за деньги, или по идее. Вы за что воевали? Часть людей воевала, потому что их заставляли воевать. Каким образом? Те, кто попадал в батальон «Восток», им уже было трудно уйти оттуда, потому что уйти оттуда можно было только через яму. То есть, закрывая на подвал, давали какое-то количество суток. Допустим, если человек приходил, говорил, что я, допустим, хочу в отпуск там, или еще по каким-то причинам, ну, нужны были ему выходные. Ему могли просто дать несколько суток. Тогда он говорил, что я напишу рапорт об уходе. Тогда ему количество суток увеличивали. Что сделали с теми, которые после этого отказывались воевать? Как правило, таких не было. И практически всех заставляли. Что вы хотите сказать народу Украины? Народу Украины я хочу принести большие извинения. На самом деле здесь оказалось все не так, как показывают наши СМИ, не так, как показывают по новостям. Все военнослужащие вооруженных сил Украины, которых я встречал здесь, они такие же русскоязычные люди, относились к нам очень хорошо. Кормили, давали сигареты. То есть, полное взаимопонимание у нас с ними было. При каких обстоятельствах вы попали в плед? Нас отправили на шахту, которая находится в районе населенного пункта Авдеевка. Там мы должны были находиться 2-3 дня. Затем произошла цель нахождения. Наблюдать за ПВО, которое находилось напротив шахты. То есть, там база ПВО, там находились вооруженные силы Украины. А на следующий день произошел штурм. Число. 26 января 2015 года. Вооруженные силы Украины штурмовали эту шахту, взяли нас в плен. А когда мы просили поддержки у командования, никто не отозвался и не пришел к нам на помощь. Сколько человек попало в плен? Попало 8 человек. Кто они? Часть из них с 4-й роты, 2-го батальона. Россияне или украинцы? Были и россияне, были и украинцы. Сколько россиян, сколько украинцев? Россиян было двое, включая меня. Остальные были украинцы. Защало. Остальные были украинцы.